Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск программы событий в студии Наталья Антоненко. Хозяйства Сморгонского района приблизились к завершению уборки зерновых и зернобобовых культур. Намолочено более 76 тонн зерна. Средняя урожайность пока идет на уровне 42,7 центнера с гектара. Каждый год среди агрария в районе проходит конкурс среди комбайнеров, водителей и операторов зерносушильных комплексов. Завершением каждой десятидневки жатвы обозначаются и передовики, которые за свою работу прямо на полях получают подарки. В конце прошлой недели на Сморгонщине определились первые передовики жатвы. На этот раз тысячный рубеж по намолоту зерна нового урожая преодолели механизаторы сельскохозяйственных предприятий «Солы» и «Жодишки». Мне очень приятно, что я уже второй год во время своей работы на этой работе второй раз попадаю в «Жодишки». В прошлом году ваш экипаж награждался и в этом году тоже первым. У нас разработаны в каждом районе три номинации по разным группам комбайнов. Комбайнов – это до 10 килограмм, 10 килограмм включительно в секунду пропускной способности, с 10 до 12 и свыше 12. И в каждой номинации мы чествуем экипажи, те, которые вышли победителями, первыми в районе намолочили тысячу тонн. По традиции, чествование состоялось прямо в поле. Поблагодарить комбайнеров за их нелегкий труд, за стремление собрать вовремя и без потерь урожай приехали представители комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса не только районного, но и областного. Также были отмечены водители и операторы зерносушильных комплексов. Что бы я хотел пожелать не только вам, молодые люди, но и всем здесь присутствующим, в первую очередь, это безопасной уборки, здоровья всем, чтобы домой вы на работу вышли с радостью и возвращались домой живыми, здоровыми и невредимыми. Чтобы дома вас всегда ждали, чтобы вам всегда сопутствовала удача, чтобы была достойная заработная плата и достойный уровень жизни. За это вам, за ваш труд, большое вам спасибо. Поблагодарили победителей за самоотверженный труд, высокий профессионализм и руководители сельхозпредприятий. Пожелали, чтобы хорошая погода продержалась подольше и не испортила финиш уборочной кампании дождями. Передовикам вручили ценные подарки, которые обязательно пригодятся и их семьям. Хотел бы поблагодарить вас за ваш труд. Всех до единого. Мне все вы одинаковые. Поэтому еще раз спасибо Ивану Станиславовичу, что приехал к нам из области. Спасибо, что оценили наш труд. Мы будем помнить про это. Я думаю, что оставшиеся тут 2-3 дня мы уберем урожай. И тут не будем считать, что на этом все завершилось. Параллельно уже стоят плуги. Надо пахать, надо сеять. Надо все делать. Надо молоко дается, что мы получаем деньги. Поэтому спасибо еще раз вам за ваш труд. Все вперед, поработаем. Не обошлось и без музыкальных поздравлений. Однако делу время, а потехе час. Для механизаторов горячая устраду важна каждая минута. Поэтому они, не задерживаясь долго, приступили к работе. У православных верующих продолжается Успенский пост в честь Успения Пресвятой Богородицы. Закончится он 28 августа. В народе его еще называют Спасовкой, так как на время поста приходится таких два особо почитаемых праздника, как Яблочный и Медовый Спасы. 19 августа отмечается Яблочный Спас, когда принято освящать новый урожай яблок и винограда. А священнослужители отмечают Преображение Господня. Успенский пост – последний из многодневных постов в году и самый короткий из всех. Он длится всего две недели. Начинается Янтарным Медовым Спасом, Центр его Преображения Господня, заканчивается праздником Успения Божьей Матери 28 августа. Этим постом Церковь призывает нас к подражанию Божьей Матери, которая перед своим Успением непрестанно пребывала в посте и молитве. Успенский пост – единственный посвященный Богородице. При соблюдении Успенского поста следует соблюдать строгость и отказываться от такой пищи, как мясо, рыбу, молоко и все молочные продукты и яйца. Во вторник, 19 августа, с 15 до 16 часов прямую телефонную линию жителями Сморгонского района по вопросам профилактики пьянства, детской преступности, преступлений против жизни и здоровья граждан, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, проведет заместитель начальника управления внутренних дел Гродненского облсполкома, полковник милиции Владимир Николаевич Сатюк. Телефон 8 0152 79 70 03. В это же время прямую линию по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма будет проводить время на исполняющие обязанности начальника управления ГАИ УВД Гродненского облсполкома, подполковник милиции Александр Юрьевич Войтешко. Телефон прямой линии 8 0152 79 75 02. На прошлой неделе прошел очередной день сельского совета. К участию в нем были приглашены председатель Сморгонского районного совета депутатов, представители сельских советов депутатов, руководители управления и отделов райисполкома, учреждений, предприятий и организаций района, а также депутаты, старейшины и ответственные за населенные пункты Сольского сельского исполнительного комитета, так как именно туда отправились участники мероприятия. Дни сельских советов проходят в Сморгонском районе регулярно. Начальники отделов исполкома, председатели сельских советов, представители СМИ объезжают населенные пункты и смотрят, какие изменения произошли, что удалось сделать и преображается ли село. А еще во время таких осмотров можно увидеть плюсы и минусы работы председателей, ведь от их работы напрямую зависит жизнь сельчан. День сельского совета мы проводим ежемесячно. Это уже третий сельский совет, который мы посещаем. До этого мы проводили Вишневский сельский совет, день сельского совета. Затем проводили в Синяках на территории Сельского сельского совета. Сейчас проводим в Солах, в Солах и Кушляне. Сюда приезжают все руководители организаций города, руководители районно-исполнительного комитета, начальники служб, подразделений и руководители предприятий, организаций, которые находятся на территории сельских советов. Основные задачи, стоящие перед сельскими исполкомами, определены планом экономического и социального развития, комплексными целевыми программами, в том числе касающимися благоустройства поселений. Обеспечение достойного уровня жизни людей на селе, ее полноценность и безопасность, ежедневная забота председателей, депутатов, их добровольных активных помощников, а также представителей общественных формирований. Цель этого мероприятия – посещение всех организаций, всех зданий, помещений, которые находятся на территории Сельского совета. Это и магазины, и почты, это кладбище, мини-полигоны. То есть осматриваются все объекты, которые находятся на территории Сельского совета. То есть мы хотим посмотреть, как обслуживается сельское население, какие здесь созданы условия для жизни, для работы. Поэтому, соответственно, организации подтягиваются к этому мероприятию. И вот вы видите, и магазины ремонтируют райпо, почты ремонтируют свои объекты. Даже другие организации, дорожники подтягиваются, другие организации тоже подтягивают свои объекты. Затем мы проводим пленарное заседание, на котором заслушиваем отчеты руководителей, проявляем недостатки, которые выявились в процессе осмотра, и даем соответствующие поручения по установке недостатков. Участники мероприятия посетили ряд объектов и социально-культурных учреждений на территории Сольского сельского совета, ознакомились с их деятельностью. Председатель районного совета депутатов Иван Романович, обращаясь к присутствующим, отметил положительные перемены в благоустройстве, произошедшей на территории сельсовета. Однако есть ряд вопросов, которые предстоит решить. Так, в Кушлянах необходимо отремонтировать ФАП и ДК, навести порядок в парке. Также в скором времени предстоит обновить фасад здания Сельского совета и СПК. Ведь уже 6 сентября в Солох пройдут районные дожинки. Убереть себя и свое имущество от пожара – личная задача каждого. Об этом сотрудники РУЧС говорили неоднократно. Однако статистика пожаров и гибели на них людей продолжает расти. На сегодняшний день в городе и районе произошло 53 пожара, на которых погибло 4 человека. Горячими стали и минувшие выходные. Вечером 16 августа вспыхнул пожар в деревне Сыроватки Жадежковского сельского совета. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили открытое горение сарая. Было установлено, что причиной возгорания стала детская шалость с огнем. В результате пожара уничтожены кровля и перекрытие строения. Пострадавших нет. В 5 часов утра 17 августа в ЦОУС Моргонского РУЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Солы Сольского сельского совета. По прибытию к месту вызова спасателями было обнаружено открытое горение жилого дома. Хозяин жилища, пенсионер, проживал вместе с сыном. Со слов сына хозяина он проснулся ночью от звука сработавшего опи и обнаружил загорание своих постельных принадлежностей. Разбудив отца, вывел его в летнюю кухню, а сам, взяв ведро воды, вылил его на горящую постель, после чего мужчины уснули в летней кухне. Однако загорание потушено было не до конца, вследствие чего переросло в пожар. В результате огня уничтожены кровли, имущество дома, частично повреждены стены и перекрытия. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Уважаемые граждане, будьте предельно внимательны и осторожны с огнем. Строго соблюдайте правила пожарной безопасности. Установите в своем доме автономный пожарный извещатель. Не оставляйте своих детей без присмотра. Только с 13 по 25 августа зоопарк «Фламинго» представляет своих питомцев в городе Сморгонь. Мир дикой природы, аттракционы, карусели ждут вас с 10.30 до 21 часа по улице Якуба Колоса возле магазина «Евроопт». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Порадуйте себя и близких. Звоните по телефону 355 11 или МТС 8029 589 1651. Хотите порадовать себя красивым платьем, купить качественную женскую сумочку, приобрести недорогое женское белье, смело отправляйтесь в магазин «Оджен», который находится по адресу улица Победы, 12, рядом ГАИ. Время работы в будние дни с 11 до 18, в выходные с 11 до 15 часов. В последующие трое суток на территории Сморгонского района с юго-западными ветрами будет поступать умеренно теплая неустойчивая воздушная масса со стран Центральной Европы. Во вторник, 19 августа, лишь в ночные часы пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла, днем до плюс 22-24 градусов. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. В среду, 20 августа, сохранится умеренно теплая погода, ночью до 12-14 градусов тепла, днем температура воздуха составит 22-24 градуса тепла. Облачно с прояснениями пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. В четверг, 21 августа, станет прохладнее. Ветер сменится на западный умеренный. Температура воздуха ночью ожидается до 13-15 градусов тепла, днем не выше 18-20. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова